Здравствуйте! Меня зовут Элина. Вариантов рулетов из лаваша с крабовыми палочками очень много. Покажу свой рецепт. Будет даже два рецепта. Лаваш беру тонкий армянский из дрожжевого теста. Мне нравится его поверхность. Она приятного бежевого цвета и имеет красивый рисунок. Конечно, можно взять и какой-нибудь другой лаваш. Все по вашему вкусу. По продуктам в начинку понадобятся куриные вареные яйца, листья зеленого салата и крабовые палочки. Намазка будет двух типов. Первая это обыкновенный майонез, а вторая это мягкий плавленый сыр, который продают вот в таких пластиковых контейнерах. Разделяю яйца на белки и желтки и по отдельности натираю на мелкой терке. Иногда попадаются такие крабовые палочки, которые очень трудно раскрутить. Они просто ломаются. Вот, посмотрите, например, как вот эти. Предлагаю поступить следующим образом. Крабовые палочки я освободила от упаковки и переложила в миску. Теперь заливаю их кипятком. И оставляю полежать в кипятке на одну минуту. Через минуту вынимаю из кипятка. И теперь они раскручиваются с легкостью. Забыла сказать, конечно, палочки должны быть не только что из морозилки, а должны быть размороженными. Разрезаю палочки по границе красной и белой части. И красную, и белую часть я использую, но для разных закусок. Лист лаваша я считаю слишком большой, и поэтому я разрезаю его на две части с помощью обыкновенных ножниц. Рабочую поверхность, где будет формироваться рулет, лучше всего застелить пищевой пленкой. Эта и поверхность предохранит от загрязнений, да и рулет будет скручивать легче. Первую половину листа лаваша я укладываю на пищевую пленку красивой стороной вниз. И смазываю ее тонким слоем майонеза. Удобнее всего это сделать кулинарной кистью. Теперь выкладываю второй лист лаваша. И прижимаю. А этот слой я буду смазывать мягким плавленым сыром. И делать это удобно вот с помощью такого кулинарного шпателя. Можно кулинарную лопаточку силиконовую использовать или просто нож. Слой тоже не должен быть толстым. Нужно очень хорошо промазать вот эти конечные места у рулета. Ну а теперь начинка. Начинаю выкладывать белки. Я их разложила равномерным слоем и придавливаю сверху. Красные части крабовых палочек выкладываю цветной стороной вниз. И тоже прижимаю. Теперь желтки. Тоже разравниваю. И прижимаю. Сверху укладываю листья салата. Прижимаю. До конца лаваша я начинку не выкладываю. Оставляю еще 6-7 сантиметров. А теперь остается только лишь плотно скрутить наш рулет. Рулет сформирован. Теперь плотно заворачиваю его в пищевую пленку. Концы пленки скручиваю. Рулет отправляю в холодильник. Время его пропитки может быть от 1 часа до 4. В зависимости от типа лаваша. Лаваш я нарезала на кусочки с помощью ножниц. Шириной такие же, как белая часть крабовых палочек. А длиной на 2 сантиметра длиннее. Кусочек укладываем красивой стороной вниз. И смазываем мягким плавленым сыром. Тонким слоем. Теперь кладу лист салата. Я его примерно подогнала под размер кусочка лаваша. Прижимаю. Выкладываю белую часть крабовой палочки. Прижимаю. И скручиваю в плотный рулетик. Готовые рулетики пищевой пленкой я не оборачиваю. А поступаю с ними таким образом. Укладываю их швом вниз в подходящий пластиковый контейнер. В один слой. Чтобы они друг на друга не давили. И не теряли форму. Накрываю контейнер крышкой. И отправляю в холодильник для пропитки. Рулет достаточно пропитался. Разрежу его острым ножом. Ну и вот так он выглядит на разрезе. Рулет я разрезала на кусочки. Шириной примерно в 2-2,5 сантиметра. Разместить эти кусочки можно на прямоугольном блюде. Например, вот так. Или вот так положить плашмя. На круглой тарелке можно устроить что-то вроде пирамиды. Например, вот так. Маленькие рулетики тоже нарезаю шайбочками толщиной 2 сантиметра. И получается множество мини-закусочек размером на один укус. А чтобы тарелка с закуской выглядела ярче, можно разместить кусочки сладкого болгарского перца. Ну как вам? По-моему, тоже неплохо выглядит. Можно и в один слой на тарелке разместить. Например, вот так. Если вам понравились такие варианты закусок, то оставайтесь на моем канале, и вы найдете еще много простых рецептов вкусных блюд.